Готовь фюнты, пока морозы не пришли. Устебаканский цех освоил их производство, причем вся продукция ручной работы. Как скорняки борются за покупателя, а также другие новости из жизни предпринимателей. Смотрите в следующей рубрике. Предприниматели Сайногорска готовы сделать жизнь городских инвалидов комфортнее. Они взялись за реставрацию помещений общества. Помещения выделила администрация еще в прошлом году, и они до сих пор ремонтируются. Саянстрой проведет оборудование отдельного выхода, крыльца, пандуса и козырька, а фирма «Чистый город» подарит обществу инвалидов электрооборудование. Все больше жителей Абакана пользуются субсидией от центра занятости на организацию собственного дела. В этом году поддержку получили 304 человека, почти вдвое больше, чем в прошлом. Чаще силы пробуют в отделочных и сварочных работах, ремонте автомобилей, парикмахерских услугах, пошиве одежды и головных уборов. Сейчас будем удалять лишний жир. Мастер по выделке Андрей – ключевой сотрудник на производстве. Именно здесь начинается вторая жизнь шкур. Обезжирить, простирать, высушить – все должно отлежаться несколько дней, а затем сырье идет в соседний цех. Здесь Денис разбивает плотные волокна на станке и делает овчинку мягче. Но до сих пор непонятно, что из нее сошьют. Может, секрет раскроет другой станок? Здесь мастер подстригает овчинку и теперь на лицо – отличие от первоначального вида. То, что вы видели в мокром цехе, было страшно. И теперь изначально, вот она, видите, какая мягкая, хорошая шкурка. Все по мездре она мягкая, чистая. Из этой шкурки мастера сделают унты и унтайки. А вообще здесь шьют самые разные изделия. Используется мех от простой овчины до норки и соболя. Усть-Табаканская фирма «Ласка» – единственная в своем роде в Хакасии и Красноярском крае. Вот только оборудованию этому почти полвека. Денег обновить нет. Поддержка от государства стала бы скорой помощью в решении проблемы. Но пока власти не обращают на них внимания, говорят работники цеха. В Республиканском центре поддержки предпринимательства говорят, готовы помогать всем. Для этого существуют субсидии. Специалист Анна Булатова рассказала, заявки на какие затраты можно подавать уже сейчас. Затраты такие, как подключение к электрическим сетям при запуске производства, приобретение оборудования для организации производства, первый взнос при лизинге оборудования. Также затраты связаны с энергетическим обследованием и реализацией программ по энергосбережению. Это только часть видов субсидирования, которые я перечислила. Также можете обратиться дополнительно к нам за информацией на Вяткино-4А. Продолжение следует...